Мою фамилию произносят правильно, это очень редко случается, когда меня любят на большое количество человек. Я смотрю, у вас ведь тоже был разогрев, да, просто первая часть отсутствовала, там у нас разогревали, разогревали вас, да, публика. Я считаю, что это здорово, потому что, когда я рассказываю свои шутки своей жене, написанные шутки, то они все входят в тишину, она просто не смеется. И мне кажется, все из-за разогрева хорошо, тисекс у нас все по-другому, там у меня целый штат, те, кто разогревает, и она постоянно смеется. Видели, в супермаркетах стали появляться такие тележки, типа, ну, маленького размера тележки, чтобы не катить эту огромную балду по залу, типа, они такие, чуть больше корзинки по размеру примерно. Еще корзинки такие с колесиками и выдвижной ручкой. Вам не кажется, что грани стираются, типа, скоро будет не отличить одно от другого? Что дальше? Квир-тележки и корзинки, родившиеся в теле тележек? Я не знаю. Все слышали, что Facebook стал предлагать 50 вариантов выбора ориентации при регистрации. Я проверил, и там до сих пор нет альбомный. Зачем тогда все угодно? Ну ладно, я знаю, что там вообще, ну, речь не об ориентации, а там 50 вариантов выбора пола, но кафельного там тоже нет. Простите меня за это, я очень люблю эту шутку, буду ее рассказывать даже. В любом, короче, случае, окей. Удивительно, но если начать делать работу, то ты ее рано или поздно сделаешь. Я недавно ввел такое правило. И оказывается, что если в офисе реально работать, а не гонять балду, то ты устаешь не от привычного женинвести к себе, а от работы. Это вообще прикольное ощущение, всем стоит ее попробовать. Ага, ну да. Все слышали про эти митинги в Москве, да? Типа, ну... Е-е-е, давай, подъемте. У меня дома тоже кот постоянно митингует. За сменяемость лотка. А, извините меня за эту шутку, она промежуточная, я... Был недавно на митинге в Нижнем Новгороде, но не в Москве, а в Нижнем Новгороде и прихожу, а слева от меня флаги с яблоком, справа от меня флаги с лимонками. А я что? А я томат. Я подумал, странно. Митинга, фруктовый сад какой-то. Замечали, что добавление слова «короче» в предложение не делает его короче? Это очень интересное предложение. Знаете, этот тип парней? Ну, я не знаю, можно назвать его типом парней, но... Есть такие люди, которые скидывают фото своих пенисов в личку девушкам с разными предложениями. И, может быть, кто-то из присутствующих в зале девушек получал такое? Нет? Не будете? Оооо! В том зале мне никто не хлопал, я чувствовал себя полным идиотом. Сейчас чуть полегче. И мне кажется, что этих ребят не нужно судить, критиковать. Они просто хотят, чтобы их оценили по достоинству. И... Блин, а там почему-то всем было смешно. Если ты лучше бы, чтобы не хлопали, но посмеялись. Ладно, ладно, окей. Идем дальше. Пробки. Пробки для ванной. Вам не кажется, что это странно? Зачем у них цепочка? Типа, зачем ее привезут на цепочку? Это же, ну, пробки для ванной. Они из ванной никуда не денутся, иначе бы они так не назывались. Или люди боятся, что к ним придут гости, зайдут к ним в ванную. И пробки такие, как люди у них, такой, тише, тише. Вообще-то нас добрые, дети очень любят. Просто играться очень хочет сейчас. Или что ты такой? Ну, хочешь прийти в ванную, заходишь, а пробки нет. И ты начинаешь переживать, естественно, начинаешь ей звонить, телефон выключен. Через два часа уже звонишь по ментовкам, через три по моркам. И она приходит в три часа ночи, пьяная, грязная, непонятно, где валялась вообще. Колготки порваны. И ты такой, ну все, с этого момента я тебя сажаю на цепочку. И помою заодно. Ну вот принимал я как-то ванну недавно. Начал таскивать пробку за цепочку. И она порвалась. Я подумал, ну нахрена вообще эта цепочка нужна? И говорю, жене, давай, ну типа просто, ну будем пробку вставлять. И как бы внимать руками, зачем ей цепочка? В общем, она сказала, что сама починит. И я подумал, что было бы прикольно так решать вообще все проблемы. Типа в доме, ну, идешь такой, ну, сшибаешь полку с книгами своим огромным плечом. И они падают. И ты думаешь, ну и фикс, ну и что, зачем эта полка? Пускай они на полу лежат, места меньше занимают. Падают с него. Ты без всех этих соплей, пожалуйста, дорогой, прибей полочку для книг. Да скачи себе интернет уже из книг. Зачем они? Нет, у меня нету шуток про книг. Я надо другую концовку для этого бита придумать. Ладно, всем спасибо. Олимпадер, есть ребенок!